Широкая минерализованная полоса теперь отделяет территорию горящего полигона в районе села Смольки от лесного массива. Проделать такие масштабные работы в сжатые сроки удалось благодаря вот этому бульдозеру. Он делает пожарную полосу для того, чтобы сбить сухарник. И если вдруг, не дай бог, конечно, очаг возгорания будет переноситься на лес полосу, то он дальше просто огонь не пройдет, потому что нечему будет гореть. Он на самом деле тяжеловес, чтобы снести такие большие деревья, как вот береза, как осину и тому подобное, лественницу. Ну, нужно очень много лошадиных сил. Таких тракторов это, конечно, уникальная техника. И слава богу, что она у нас сейчас на данный момент сюда пришла и делает свои задачи. Итоги по состоянию на вечер 16 сентября. Все меньше очагов открытого горения. Пожар уходит в тление. Тление происходит в глубине карты, что затрудняет для нас работу по тушению, потому что водой из пожарных лафетов и мотопомп мы не можем достать до этих очагов. Основное решение, которое было принято сегодня совместно с силами МЧС, тушение через заваливание грунтом горящей карты. На это сегодня у нас будут сосредоточены основные усилия. Отдельно хотелось остановиться на теме добровольцев, которых мы привлекали к тушению пожара ночью и в течение сегодняшнего дня. У нас было сформировано несколько групп, которые сменяли друг друга в особо опасных точках. Кроме того, они были задействованы на работе мотопопы в деревне Кипрево, где нужно было заливать цистерны с водой, которые прибывали сюда для восполнения потери нашего резервуара на территории полигона. Помимо этого, волонтеры выполняли иную разную работу. На сегодняшний день мы видим необходимость в еще одной волонтерской группе на завтрашний день, которая будет работать на мотопомпах в Кипрево. Все, кто хочет присоединиться к добровольцам, могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу. Телефон на ваших экранах и оставить свои контакты. При необходимости с вами свяжутся. Что касается полигона, то на месте пожара организовано круглосуточное дежурство из представителей администрации округа, пожарной части, лесопожарного центра и компании «Ситиматик». Продолжение следует...